Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут мы расскажем вам о событиях в Десногорске. Смотрите в выпуске. Борьбу с наркоманией в Десногорске начинают с профилактики. Киот храма Десногорска украсит новая икона. Криминальные события в регионе от пресс-службы ОМВД по Смоленской области. А сейчас об этих и других событиях подробнее. С 2005 года на Смоленщине работает программа «Всеобуч» по профилактике высокого проведения риска для несовершеннолетних, так как именно они наиболее подвержены опасности – быть вовлеченным в ассоциальные слои нашего общества. 25 ноября в первой школе работала мобильная группа из сотрудников Федеральной службы по контролю за наркооборотом Смоленской области, полиции, наркологического диспансера, Департамента по делам молодежи. Цель работы – всеобуча по профилактике наркозависимости и социального поведения среди подростков. Программа построена на семинаре-практикуме. В течение часа специалисты проводили тренинги и читали лекции о наркотиках, курительных смесях, о реальности попасть в зависимость и как этого избежать. После занятий среди подростков медики из наркологического диспансера провели добровольное анонимное тестирование. Это тестирование добровольное, оно анонимное. Дети сами высказали желание его пройти, что нас очень радует, чтобы мы смогли объективно оценить ту ситуацию, которая складывается в учебных заведениях города Десногорска. Отдельно специалисты мобильной группы проводили семинары для преподавателей школы. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы, педагоги, все-таки были осведомлены о том, что происходит и на примере каких-либо тренинговых игр, занятий, смогли проникнуться в эту тему и прекрасно осознавать, как должны мы действовать дальше. Школьники тоже понимают значение подобных мероприятий. Они пришли на занятия и тестирование добровольно. У подростков должно сложиться мнение о окружающем мире, и они должны показывать себя, то есть пример, младшим еще. 5 декабря в Храме Всехскорбящих Радостей пройдет архиерейская литургия освящения иконы святого князя Владимира. Дорогие десногорцы, хотелось бы напомнить вам о том, что уходящий год является юбилейным для всей полноты Русской Православной Церкви, потому что в этом году мы все торжественно празднуем тысячелетие со дня отшествия ко Господу великого, равноапостольного, князя Владимира, крестителя Руси. Князь Владимир, приняв таинство крещения, изменив свою личную жизнь, вместе с этим поменял и исторический путь всего нашего народа, потому что выбор православия, как основополагающей веры для нашего народа, стал источником созидания нашего Отечества, его соединения, созидания нашей культуры, искусства и определением всего дальнейшего исторического пути нашего народа. Князь Владимир был не только мудрым политиком, был не только государственным деятелем, он был в первую очередь христианином, который, принимая важные государственные решения, в первую очередь руководствовался именно христианской совестью и христианскими убеждениями. Мы с вами, мои дорогие, являемся наследниками равноапостольного князя Владимира. И вся полнота Православной Церкви в минувшем уходящем году совершила и совершает множество масштабнейших мероприятий. Наш город тоже не остался в стороне. Чтобы увековечить память равнопостольного князя Владимира, крестителя Руси, на территории нашего собора, всескорбящих радости, установлен белокаменный киот, в который завтра будет освящена икона равнопостольного князя Владимира. Я хотел бы, чтобы все вы откликнулись на мой призыв, и приняли участие в этом историческом событии. Завтра, в субботу, 5 декабря, митрополит Смоленский Росвельский Исидор в 10 утра совершит божественную литургию, по окончании которой все торжественно совершит освящение иконы равнопостольного князя Владимира. Всех вас, мои дорогие, приглашаю принять участие в этом значимом историческом событии для нашего города. Скоро новогодние праздники. Самая яркая и радостная пора для ребятишек. Каждый из них ждет новогоднего чуда и сладких подарков от Деда Мороза. С 3 декабря отдел социальной защиты населения Десногорска приступает к выдаче новогодних подарков. Телефоны для справок 712-33-330-37. Информация для водителей города в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе с 7 по 18 декабря будет закрыт для автомобильного транспорта участок автодороги вдоль автовокзала от Сбербанка до Перекрестка РСЦ. Просьба заблаговременно выбирать пути объезда. Администрация города объявляет о проведении ежегодного городского осмотра конкурса «Лучшее оформление предприятия потребительского рынка» среди предприятий малого и среднего бизнеса. Конкурс пройдет с 15 по 30 декабря. А сейчас сводка криминальных новостей. Житель Смоленска нашел простой способ зарабатывать деньги, используя просторы интернета и доверчивость людей. О том, как не заплатить деньги мошеннику, в следующем сюжете. По версии следствия, этот 28-летний гражданин выкладывал в сети интернет объявления о предоставлении строительных услуг. Клиенты связывались с ним по телефону, обсуждали объем работ, стоимость, заключали договор и вносили предоплату. После чего строитель исчезал, менял съемную квартиру, номер телефона и ловил следующего заказчика-неудачника. Сейчас установлено 5 эпизодов этого преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого, 28-летнего жителя города Смоленска, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему. Злоумышленнику избраны меры пресечения в виде ареста. Полицейские обращаются ко всем, кто пострадал от действий этого человека, звонить по следующим телефонам. Управление уголовного розыска УМВД по Смоленской области. Сотрудниками правоохранительных органов была получена информация, что на территорию России проехали 9 фур с поддельными документами на фрукты из Европы. На автодороге Москва-Минск сотрудники спецроты остановили для проверки два автомобиля с полуприцепами. 74 тонны фруктов и овощей направлялись в Москву. У полицейских подлинность документов вызвала сомнения. Весь груз, сертификаты и акты фитонадзора были направлены на экспертизу, которая установила, что первая машина перевозила 19 тонн груш с поддельными штампами на сертификатах. Возбуждено уголовное дело. Водителю предъявлены обвинения по статье 327 УК РФ использование заведомо подложного документа. Везете какой груз вы знали? Яблоко. Яблоко. Яблоко вам сказали? Какое, куда, где должны разрушаться? Сказали ехать на Москву. Ну, что, это самое, в процентах 90-х будет, что выгрузка Москва, она может поменяться на Питер. То есть, ну, так, ну, на Москву ехал, как там в ЦМР-ке написано, так на Москву ехал, на Фуцити. Была получена оперативная информация о въезде на территорию Российской Федерации 9 автофуд, перевозивших по поддельным документам санкционные сельхозтовары европейского происхождения. Для проведения необходимых проверочных мероприятий данные автомашины были остановлены сотрудниками ГИБДД в населенных пунктах Красная Горка, Каменка, а также в городах Сафонова и Гагарин. Всего в Смоленской области изъято и уничтожено более 150 тонн санкционных продуктов на сумму свыше 15 миллионов рублей. А в Десногорске полицейские задержали подозреваемого в дачных кражах. С марта этого года в отдел ОМВД нашего города стали поступать заявления о кражах с дачных домов. Полицейские задержали подозреваемого ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчину без определенного места жительства. На данный момент полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям в Десногорске и Рословском районе. А теперь новости спорта. Чемпионкой мира вернулась из Ирландии в Смоленск 16-летняя Алина Васькина с соревнований по гиревому спорту среди взрослых. Девушке удалось обойти 37 соперниц из разных стран. Сделав 157 подъемов, она завоевала золотую медаль. В сентябре на Кубке России в Анапе Алина подняла гирю 168 раз и мечтает сделать 200 подъемов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова